Друзья, всем привет! Если вы случайно прозверлили полипарпиленовую трубу и не знаете, что делать, смотрите это видео и я в своем примере покажу, как выйти из данной ситуации с минимальными потерями. Поехали! Дело случилось так. Работая на данном объекте, я делал гипсокартонную перегородку, которая сейчас находится за моей спиной. Монтируя профиль 27х28 в полу, я случайно на последнем отверстии засверлился прямо в трубу отопления. Естественно, я не мог знать, что эта труба проходит там, потому что на данном объекте даже заказчики не знают, где что находится. В общем, просверлил я отверстие и фонтан горячей жидкости начал выходить из данного отверстия. И целенаправленно начал затоплять данную комнату, в которой сейчас я нахожусь. Ну, буквально за пару минут, в общем, полкомнаты было уже под этой жидкостью. Почему я говорю жидкость? Потому что в системе отопления была солида не вода, а специальная жидкость, предназначенная для заполнения системы отопления, чтобы в период, когда отопления в доме нету, в зимний период, в общем, вода, система не замерзла. Поэтому данная жидкость была залита в данную систему. Жидкость, которая разлилась по данной комнате, я собрал с помощью пылесоса Dexter, который очень часто меня обручает в таких ситуациях, собирать пыль, собирать грязь, собирать воду. Ну, в общем, я очень рад даже, что приобрел данный пылесос, и с помощью него, в общем, я собрал воду. Как видите, воды вышло очень много. Ну, и вот эта самая сборка воды с помощью пылесоса значительно ускорила процесс высыхания в данной комнате. Потому что, вы сами представляете, если бы вот эта жидкость, которая находилась в данной комнате, продолжала находиться здесь и никуда не утекала, она постепенно просочилась на нижний этаж, ну, то есть могла бы просто затопить помещение, которое находилось снизу. Ну, вот пылесос опять пришел на помощь и справился с поставленной задачей, то есть собрал всю жидкость, которая находилась в данной комнате, ну, и ускорил процесс высыхания. Сейчас речь пойдет о том, как я с минимальными потерями задел отверстие в трубе, которое у меня находится в полу. Хочу сказать, что перед тем, как у меня появилась такая насадка, чтобы заделать такое отверстие, приходилось бы мне вскрыть всю длину, всю длину, где находится данная труба, для того, чтобы с помощью уже муфт заменить данный участок трубы. Но сейчас это все гораздо проще. Я просто взял, ну, сказать, раскрыл то место, где у нас находится труба, раздолбил часть стяжки, освободил там небольшой участок трубы и с помощью данной насадки я благополучно заделал это отверстие. Я сильно углубляться не буду в то, как это все происходило, я просто вам показываю то, что было и то, что стало. А если вы хотите уже более подробно узнать, как работает данная насадка, как работают данные приспособления, то пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну, и я обязательно специально для вас сниму отдельное видео о том, как работает эта насадка, как работать с данной насадкой, то есть, что для этого нужно, ну, и, в общем, много полезной информации вы получите в этом видео. Ну, еще такой вот вопрос для вас. Как вы думаете, что нужно было сделать, чтобы такая ситуация на данном объекте, ну, в принципе, не только на данном, но вообще не произошла? Свои варианты ответов вы можете написать в комментариях, ну, а свой вариант ответа я вам дам в том видео, которое будет касаться относительно этой насадки и как она работает и для чего вообще она нужна. Так, ну что ж, пока у меня все работает, система у меня функционирует, то есть, мы дали давление, проверили, ничего у меня не протекло, и, соответственно, все хорошо. Данная насадка сработала, заглушку тоже установлены. Так что, все хорошо, все идет по плану. Ну что ж, на этом я заканчиваю данное видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте пальчик вверх. Не забываем подписываться на канал, как я уже сказал. И до новых встреч на новых видео. Всем пока. С вами был, как всегда, Лена, на канале Перестройка.